В сегодняшнем мире тяжело кого-то чем-то удивить. Тем не менее, есть люди, которые заводят дома диких животных, стремясь придерживаться моды. Есть совершенно странные домашние питомцы. В последние годы все чаще заводят в качестве домашнего любимца не волнистого попугая, щенка, хомяка или котенка, а экзотическое необычное животное. Ушла в прошлое моды на редкие породы собак. Никого не удивишь чрезвычайно дорогой породистой кошкой или огромным говорящим попугаем. Теперь в моде совершенно иные домашние животные, которых сложно представить в одном жилище с человеком. Во многом на моду заводить себе нестандартных питомцев повлияли знаменитости. Известны о 17-килограммовой черепахе Леонардо Ди Каприо, большой свинье Джорджа Клуни, еноте Пэрис Хилтон, мини-пиге Руперта Грина. Мини-пиг. Разведения мини-пигов занялись в Германии полвека назад, но домашними питомцами, живущими в квартире, они стали совсем недавно. Вес взрослого мини-пига не превышает 30 килограмм, а длина одного метра. При вовремя начатой дрессировке мини-пиг может стать вполне воспитанным поросенком. Это аккуратные существа, особенно если к чистоте приучают их с детства. Хорек. Чрезвычайной популярностью у желающих завести необычное домашнее животное пользуются хорьки. Удивительно, но по популярности они совсем немного уступают кошкам и собакам. Домашний вид хорька – фредка. Животное отличается дружелюбием и любовью к играм во время бодрствования. Надо отметить, что бодрствуют они мало, не более 4 часов в сутки. Так как фредка – норное существо, многие мелкие вещи хозяев пропадают и оказываются где-нибудь под ванной или за диваном. Это качество, а также любознательный нрав хорьков доставляют хозяевам некоторые хлопоты. Но хорьки становятся привычными домашними питомцами. Обезьяна. Содержать обезьяну в домашних условиях непросто. Это животное сложно признает в хозяине вожака. О том, кто в семье главный, ей придется напоминать достаточно часто. Время от времени это животное может нападать на домочадцев, желая занять место вожака. Обезьяна, которую заводят в качестве домашнего питомца, большую часть времени проводит в клетке. Свободно гуляет по дому, она только под присмотром. Улитка-охотина. Огромные улитки тоже могут быть домашними животными. Они неприхотливы, никогда не скучают, не нуждаются в выгуле, а кормить их надо только дважды в неделю. Животное всеядное и готово питаться фруктами, рыбой, кашей, мясом и даже грибами. Желая отправиться в отпуск, хозяину огромной улитки не приходится волноваться о ней, так как оставшись без питания, охотина просто засыпает и может спать около двух месяцев. Улитка-охотина привыкает к хозяину и узнает его. Продолжительность жизни этого существа от 7 до 10 лет. Паук-птицеед. Любители экстрима заводят дома пауков-птицеедов. В дикой природе они без труда справляются с птенцами, а при домашнем содержании довольствуются тараканами и мышами. Птицеедов содержат в террариумах. Они любят сидеть на ладони хозяина. Длина этих пауков около 10 сантиметров. Игуана. Приобрести игуану сегодня несложно. Это доступный вид рептилий, который в последнее время стал довольно популярным в качестве домашнего животного. Содержать игуану непросто и совсем недешево. Кроме того, у нее острые когти, которые легко ранят человека. Игуана в домашних условиях редко доживает до состояния взрослой особи, так как при неправильном содержании погибает. Муравьед. Популярное домашнее животное в США – муравьед. О них владельцы отзываются как о спокойных, неприхотливых в еде, чистоплотных и забавных животных. Их популярность продолжает расти. Возможно, что популярным в качестве питомца это необычное животное стало после того, как Сальвадор Дали прогулялся со своим муравьедом на поводке по городским улицам. Самый странный домашний питомец. Достаточно странным кажется желание человека жить рядом с муравьедом, кенгуру или ламой. Не менее странно выглядит то, что человек заводит дома паука-тарантула, крокодила или скунса. Но совершенно необычно то, что домашним любимцем человека является бегемот. Такого питомца завели себе супруги, живущие в ЮАР. Более 10 лет назад они спасли во время наводнения детеныша бегемота. С тех пор благодарное животное по имени Джессика не хочет покидать своих спасителей. У нее есть собственное спальное место, это матрас на террасе дома. Впрочем, диких зверей в доме держат не так уж и часто.